Визит президента Федерации Хоккея России Владислава Третьяка в Ярославль событие безусловно знаковое. Если такой гость задерживается, то его можно и подождать. Даже под палящим солнцем и даже если среди ожидающих олимпийский чемпион Андрей Коваленко. Тем более повод радостный – открытие нового центра хоккейной подготовки. Далее русская стена и русский танк следуют вместе. Глядя на современные хоккейные тренажеры, легенды отмечают – в их время такого инвентаря не было. Занимались где придется и с чем придется. На вопрос, почему же тогда результаты у наших хоккеистов раньше были выше, чем сейчас, у трехкратного олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона планеты Владислава Третьяка есть свое объяснение. Совершенно другая подготовка была. Конечно, может быть, не было только тренажеров, но были другие условия. И конкуренция, может быть, не такая была, как сегодня. Сегодня каждый матч – финальный матч. Хотя, конечно, мы играли против профессионалов и доказывали, что мы были сильнейшие хоккеисты. Тем не менее, по словам руководителя федерации, российский хоккей движется в правильном направлении. Разрабатываются методики, строятся корты, открываются центры подготовки, подобные этому. Я помню, что наш тренер вытаскивал кусок пластика на асфальт, ставил ворота, и мы бросали по 150-200 бросков за тренировку. И неизвестно, как бы бросали наши ветераны, либо мы, если бы у нас были такие центры. Центр оборудован тренажерами для отработки техники ведения игры, для постановки силы броска и меткости. Возможности нового центра оценили не только юные спортсмены, но и уже состоявшиеся хоккеисты. Так, присутствовавшие на открытии галкипер столичного «Динамо» Александр Лазушин и защитник Олег Пеганович признались, были бы не против сами поработать на этих тренажерах. Детям заниматься в удовольствие, думаю. Тем более, ну, такие условия побросать, поиграть. Смотрите, у них азарт, удовольствие одно. Ну, самому мне уже, я думаю, некогда. Я сейчас уже, наверное, в ближайшее время поеду готовиться в другое место, в сезону, поэтому не успею. В завершении своего визита Владислав Третьяк отметил, в Ярославле не за горами еще одно хоккейное новоселье. Более крупное. Уже в следующем году в нашем городе откроют двери Федеральный центр подготовки юных хоккеистов, куда планируется перевести все юниорские сборные страны. Вадим Ралитуновский, Денис Ромашов. День событий.